МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Национального телевидения. Ваша информационная программа Республика. Об основных событиях вторника вам расскажут наши корреспонденты. Я, Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Региональное сотрудничество между Республикой Коми и Чувашией подписано соглашением. Погода в доме. Какие теплосберегающие технологии используют при капитальном ремонте многоквартирных домов? По соседству с мусором улица в городе железнодорожников утопает в отходах. В Республике Коми работает делегация из Чувашии. В ее составе члены кабинета министров, представители бизнес-сообщества. В программе визита – посещение промышленных предприятий, встречи и презентации. Сотрудничество надо расширять, уверены обе стороны. Соответствующее соглашение подписали сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев и глава Республики Коми Сергей Гапликов. Чувашия и Республика Коми в свое время уже подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Кстати, бессрочным было это в 1994 году. Сегодня стороны подтвердили готовность развивать взаимовыгодные отношения. Товарооборот между Республикой Коми и Чувашией в прошлом году составил около 300 миллионов рублей. Но это может и должна быть больше. По самому посещению предприятия нашего электротехнического пастора «Химпром», «Лара», «Конт» и другие. Из Коми в Чувашии заводится химическая продукция, комплектующая вилет, ткани, продукты лесопереработки. По мнению всех участников встречи, соглашение придаст дополнительный бурт сотрудничества, позволит предпринимателям отбоих регионов более активно использовать имеющиеся возможности и открывать новые. Кроме того, как особо отметились Коми и Михаил Игнатьев, в планах развития не только экономического и торгового сотрудничества, но и укрепления культурных и нежитнических связей. Сегодня же глава Чувашии ознакомился с работой некоторых предприятий – акционерных обществ Комитекс и Сыктывкарский лесоперерабатывающий комбинат. Подробнее о рабочей поездке и достигнутых договоренностях в наших следующих выпусках. Чем холоднее на улице, тем теплее батареи в квартирах и наоборот. Причем регулируется это автоматически. По такому принципу после капитального ремонта работает система отопления в доме номер 41 по улице Николаева в Чубаксарах. Ольга Пырочкина подробнее. В октябре, когда на улице плюс 5, батареи такой же температуры, как в феврале, когда за окном минус 20. Ситуация знакома многим, так было и в доме номер 41 по улице Николаева. Однако после капитального ремонта система отопления и горячего водоснабжения за погоду в доме отвечает не только ресурсоснабжающая организация, но и специальная система в обновленном тепловом узле. Уличный датчик передает погодные данные на так называемый контроллер. Данный контроллер в зависимости от температуры наружного воздуха, минус 3 градуса, контролирует температуру подающего и обратного трубопровода. Тем самым изменяет коэффициент смешения. Данный контроллер дает комфортную температуру в квартирах. Новая система проявила себя сразу. С непривычки жителям пришлось поволноваться. Сначала было похолодание, дали отопление. Потом стала плюсовая температура и у нас батареи остыли. Все в шоке. Было отопление, не стало. Стали звонить в управляющую компанию, в капремонт, что такое. Оказывается, у нас просто стала работать терморегулятор. Похолодало, все повысилось. Сейчас хорошо дома, тепло. Уже в следующем месяце, когда придут квитанции за коммунальные услуги, жители должны почувствовать еще одно преимущество новой системы – экономию. На эту цель работает и новое теплоизоляционное покрытие теплоузла. Выглядит, как обычная зеленая краска. Однако, благодаря нему, при температуре теплоносителя в 62 градуса трубы слегка теплые. А это значит, вода не остывает, пока идет в квартиры. Ольга Пырычкина, Олег Якимов. Республика. Жители города Канаша беспокоены тем, что придомовые территории многоквартирных домов буквально захламлены мусором. Он не убирается неделями. Здесь уже не до эстетики, впору задуматься об экологии. Наша съемочная группа побывала в Канаше. Это уже какой раз. Я с потерпим еще неделю. Все, будем потом тормозить. А что это сделать? Тут уже две машины надо. Скопление мусора на придомовых территориях по улице Заводской уже перешло за черту безопасности. Здесь уже речь не об эстетике, а о нашем здоровье возмущаются жильцы близлежащих домов. Все жалуемся, почему не вывозят. Одни говорят, уборщицы говорят, машины нету, управляющие. Потом другие говорят, северистку вывозят, мусор вывозят. И мы не понимаем, мы в недоумении. Все вот это грузится, грузится. Экология сгрозняет. Все, ладно, еще не лето. Летом было бы, это вообще черепи появились бы. Да и все такое, все выдыхалось бы. Всем этим придется дышать. Все народ терпим, терпим. А сколько это у нас возможно? Две недели с лишним уже не вывозят, как я знаю. Все туда же складываем, куда деваться. Нам больше некуда, в овраг же не понесем. И овраг не охота загрязнять. Это же экология. Ответственность за уборку мусора по улице Заводская несет канажское предприятие МУП «Чистый город». На сегодняшний день у нас в городе остался один перевозчик. По причине того, что ушел второй перевозчик, по вывозу мусора конкретно с многоквартирных домов, мы с населения за вывоз твердопытового отхода с населения собирали меньше, чем были заключены договора и попросил перевозчик. Одна из причин – это образовавшаяся задолженность перед перевозчиком. Мы очень плотно ведем работу и переговоры ведем с другими муниципалитетами, чтобы привлекать технику сюда дополнительно на те же условия, которые работает сейчас перевозчик. И чтобы, естественно, условия не превышали в рамках контракта суммы, которые не превышали, которые мы собираемся с населением. Я так думаю, уже мы в порядке, если этой неделе мы договоримся, и уже завтра мы договоримся, то уже сразу плотно начнем вывозить, я так думаю, в порядке, наверное, недели, ну, крайне 10 дней мы уже, ситуация по многоквартирных домам, уже вот эти мусорки, мне кажется, мы очистим и нормализуем, войдем в график вывоза. Для разъяснения ситуации мы обратились в Канажскую межрайонную прокуратуру. Выяснилось, что в ходе проведенных на территории Канаша проверок в текущем году со стороны предприятия МУП «Чистый город» были неоднократно выявлены факты ненадлежащего соблюдения законодательства ЖКХ. А именно, несовременно вывоз мусора, а также нарушение в части содержания и ремонта многоквартирных жилых домов, жилых помещений и содержания общего, общедомового имущества, многоквартирных домов. В связи с чем Канажской межрайонной прокуратурой в 2016 году возбуждено три административных производства по статье 7.22 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений в отношении директора МУП «Чистый город» Повернова Евгения Николаевича. Также по статье 6.3 Кодекса Российской Федерации о подвесных правонарушениях. Указанные административные дела рассмотрены. Директор организации управляющей привлечен к административной ответственности в виде штрафа. А пока договаривающиеся организации приходят к соглашению, закон остается законом и требует его неукоснительного исполнения. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика. Кадровые перемены в правительстве новым министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики стал Владимир Михайлов. Накануне с ним встретился глава республики. Напомним, Владимир Михайлов – учредитель Чувашского регионального отделения Народного фронта и руководитель ряда строительных компаний. В ходе рабочей встречи Михаил Игнатьев поинтересовался, как развиваются эти предприятия в непростых экономических условиях. Своими кадрами дорожим, не просто дорожим, мы каждый год их обучаем. Каждый год, тратя на это большие финансы средства, просто понимаем, что не обучая, человек останавливается в развитии и не может дальше двигаться. Мы уже на протяжении трех лет с северским сельхозтехником уже работаем по подготовке до машинистов, буровых установок. Хорошие управленческие навыки станут большим подспорьем на новом поприще, считает глава Чуваши. Профессионалы своего дела всегда востребованы в правительстве. Наша задача вообще принципиально на позиции обозначена защищая интересы государства, интересы общества. В данном случае в этой должности мы должны защищать интересы строительного комплекса. Перед вами будут стоять ключевые такие вопросы и задачи на перспективу найти инструменты, найти варианты для того, чтобы простимулировать строительный комплекс. И следующее я здесь хочу озадачить вас – это привлечение инвестиций из федерального центра по всем тем государственным программам, которые есть. При ремонтных работах на Чебоксарской ГЭС погиб рабочий. Обстоятельства трагедии сейчас выясняют правоохранительные органы. Вечером 27 октября текущего года в городе Новочебоксарске во время проведения подрядной организации ремонтных работ на коммуникационном мосту водосливной плотины на территории Чебоксарской гидроэлектростанции автокран на базе автомобиля КАМАЗ упал с моста в Волгу с высоты около 13 метров. В результате 63-летний машинист автокрана от полученной открытой черепно-мозговой травмы скончался на месте происшествия. По данному факту следственным отделом по городу Новочебоксарску Следственного комитета проводится доследственная проверка. Как следует из материалов проверки, автокран находился на расстоянии нескольких метров от края моста. Во время подъема профильных труб стрела автокрана ушла в сторону, оказавшись над водой, и в результате возникшего противовеса машина опрокинулась и упала в реку Волгу, уйдя на дно. В настоящее время предпринимаются необходимые меры по подъему автокрана из воды. Также в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего с целью экспертного восстановления причины смерти погибшего и назначена судебно-медицинская экспертиза. Проверяется информация о том, что автокран был применен подрядной организацией для выполнения указанных работ в нарушении наряда допуска, выданного оперативной сменой ГЭС, а также версии о неправильной эксплуатации автокрана. В ходе проверки будет дана правовая оценка вопросом исполнения требований законодательства об охране труда и технике безопасности в организации подрядчики, а также будут приняты меры по установлению причины и условий, в результате которых указанное происшествие имело место. Для этих целей к проверке привлечены специалисты Ростехнадзора и Государственная инспекция труда в Чувашской республике. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Звание народной участковой достался 26-летний Сергей Патьев, старший участковый отдел МВД России по Канарскому району. Он стал победителем второго регионального этапа конкурса и будет представлять нашу республику на всероссийском уровне. У меня работа какая? Участковый круглый сутки, он днем на участке, ночное время на телефоне. Любой в час ночи может позвонить, три утра. Ну, любому помогал, любому помогаю и стараюсь помочь. Мечта детства привела Сергея в профессию. Стать полицейским он хотел со школьных времен. Тогда еще полиция была милицией. Очень нравилась форма и хотелось помогать людям. Ориентирован на всю жизнь стал инспектор Анискин, любимый многими персонаж художественного фильма о сельском участковом. Нашей задачей органов милиции являются не только методы пресечения и карания, но и воспитательная работа. Анискин тогда был, который вот старался помочь всем, всему народу, пытался стать частью этой семьи, в другой ситуации, как бы сказать, частью семьи той или иной, помочь им решить семейные вопросы по-человечески, чтобы вся проблема, например, одной семьи пропустить через себя. В 2012-м Сергей Ипатьев закончил чебоксарский филиал Нижегородской академии МВД России и вернулся уже участковым уполномоченным полиции. Восхвинское сельское поселение. Спустя два года Сергей был назначен уже старшим участковым. Он побывал в каждом жилом доме, познакомился с каждым жителем, а их порядка трех тысяч. Личное знакомство и знание психологии человека – залог успеха в работе, считает Сергей. Ранее, если было совершено на медицинском участке порядка 40 преступлений, а на сегодняшний момент составляет порядка 20, это уже снижение. Если раньше было не раскрыто преступление порядка 5 в начале работы моей, а на сегодняшний момент пока не раскрыто преступление. За каждой цифрой скрывается серьезная кропотливая работа. Сельчане знают, участковому можно доверять. Наш участковый Сергей Александрович, он очень общительный парень. Молодой, здоровый, красивый, добродушный. По юридическим вопросам мы с ним всегда советуемся. Выиграть конкурс удалось благодаря поддержке коллег, друзей и родственников. Мы очень рады, что наш участковый полномочный сперва победил на соревнованиях профессионального мастерства. Он также выдал на номинацию народной участковой по России. Голосуйте за участкового Ипатия Сергея Александровича. У народного участкового свой девиз. Вся моя работа делается к чему? Чтобы был мир и самое главное, чтобы соблюдая закон. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика. «Воспеваем Россию» – так называется конкурс чтецов, который прошел в библиотеке имени Сеспеля. Он посвящен празднованию Дня народного единства. На каких языках звучали поэтические утюды, узнавали мои коллеги. С помощью этого произведения Айтадж Керимова решила рассказать о любви к родному краю. Стихотворение известного азербайджанского поэта Самеда Вургуна своего рода «Гимн малой родины». И сегодня об этой стране узнали чуть больше людей. Для меня это была большая гордость рассказать про стих нашей страны. Это незабываемое чувство. Несмотря на то, что мы очень далеко от Азербайджана, родители старались нам рассказать все, чтобы мы знали о своей родной стране, о культуре, о народе, обычаях. Благодаря таким конкурсам у меня тоже есть возможность рассказать своим друзьям, близким о своем народе. Стихи о родном крае и о России звучали и на других языках – белорусском, татарском, русском и чувашском. Среди числецов – школьники, студенты вузов и СУЗов. Всего более 60 человек. Это прежде всего патриотическое воспитание, толерантное отношение к народам, населяющим Россию и наш город. Наш город тоже многонациональный. В нашем городе проживает более 90 национальностей, поэтому и Чувашия считается очень благополучным регионом. И поэтому я думаю, что то, что столько молодежи откликнулось для участия в этом конкурсе, я думаю, это уже показатель. Такие конкурсы необходимы, уверены организаторы. Они знакомят с другой культурой, делая людей толерантными. А это особенно важно в стране, где проживают около 200 национальностей. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Всем известно, что музыка влияет на настроение человека. Не только жанр, ритм и тональность произведения имеют значение, но и том, на каком именно музыкальном инструменте была сыграна мелодия. Оказывается, на струнные инструменты положительно реагирует сердечно-сосудистая система, а игра на пианино и рояле гармонизирует душевное состояние. Все это хорошо понимают участники детского оркестра «Тимоня». Оркестр существует уже 15 лет, и у него есть свои поклонники. Домра, балалайка, гитара, аккордеон, пианино, флейта. Освоить любой из этих инструментов и не только можно, записавшись в детский оркестр «Тимоня». Все начиналось с игры на ложках, а сейчас в композициях, исполняемых оркестром, задействованы около 10 различных музыкальных инструментов. «Тимоня» призер различных конкурсов и фестивалей. За 15 лет сменилось несколько составов участников, да и в количественном отношении коллектив вырос почти до 100 человек. Радует то, что выпускники, которые были у меня когда-то, они помнят, они как бы вспоминают с теплотой и со словами благодарности ко мне. Мне было приятно, когда ребенок мне говорит, если бы не этот оркестр, я бы был уличным мальчиком. Спасибо оркестру, спасибо вам. И мне было очень приятно, что мы не зря работаем, что мы детей ограждаем от какого-то другого, от негативных явлений, от негативных моментов в жизни. То есть наша задача – привлечь детей как бы сюда, в коллектив, чтобы они были умными, добрыми, талантливыми, они помогали друг другу. Анна Краюшкина занимается в центре уже 7 лет, и желания и интерес только растут. Люблю, как сказать, свой инструмент. Играю я на баллайке. Конечно, хотелось бы освоить и другие инструменты, допустим, ударные. С радостью освоила бы гитару, рояль, все, что находится здесь. Если Аня самый взрослый участник оркестром, то Андрей самый маленький, ему 7 лет, и уже 2 года он учится музыке. Раньше я играла на домбре, а теперь играю на флейте. Мне очень нравится. Игра получается красивой, я еще хочу научиться играть на гитаре. Мама Славы Крылова поддерживает своего сына в стремлениях освоить прекрасное. И нисколько не жалеет, что отвела его в оркестр. Он сам захотел, потому что у меня и отец играл на баяне. Я играю, у нас дома много музыкальных инструментов, и когда он был маленький, он всегда играл, занимался. И захотел. Мы решили попробовать, получится или нет. Отправили – получилось. И когда он занимается, еще и другие детишки тоже подтягиваются. Так что, думаю, мы других соприведем. Каждый участник оркестра – маленький винтик в большом механизме. И от него зависит успех всего номера. Юлия Важенина, Сергей Адушкин, Республика. Чебоксарские ястребы, наконец, порадовали своих болельщиков долгожданной победой на всероссийских соревнованиях среди мужских команд 2-го дивизиона. Столичная команда сумела одержать верх на домашней площадке над питерским клубом «Кондрашина и Белова». Поражение в Тамбове, поражение в Энгельсе – и вот игра в Чебоксарах. Волнение зрителей на пределе – ожидания самые оптимистичные. Ястребы своих поклонников не подвели, хотя и заставили их понервничать. На протяжении практически всей игры преимущество в счете было на стороне питерских гостей. Однако встрече все же не суждено было завершиться поражением хозяев. Казалось бы, такое бывает только в кино. Ястребы сумели вырваться вперед лишь за три минуты до окончания игрового времени. И, почувствовав лидерство, уступать наши ребята уже не стали. Нам эта победа нужна была любой ценой, потому что команда должна психологически настроить на себя. После череды поражений надо в одной игре победить, и тогда команда уже будет играть и легче будет. Потому что большую игру с ответственностью команды, чтобы с ней справиться, нужна была победа. В течение игры пришлось менять тактику, и она принесла свои плоды. Положительный заряд от победы столичные баскетболисты действительно получили. Теперь главное – сохранять его как можно дольше. У нас были выездные игры, а сейчас у нас первая домашняя игра. Мы просто не могли, не знаю, ни перед собой, ни перед болельщиками, просто не могли проиграть. Вначале была небольшая нервозность, но это все видно было на табло и по игре. А во второй половине собрались и выиграли волевую победу. 81-73. Именно этим счетом завершилась домашняя игра первого дня. На очереди прием в Чебоксарах баскетбольного клуба «Буревестник» из Ярославля. С ним Ястреба сыграет уже 4 и 5 ноября. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика. Напомним, наши новости и программы вы можете смотреть на нашем сайте mntrk21.ru. До встречи в эфире Национального телевидения Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова